Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет тебе вся, Ульяновская область! Последний рабочий день этой недели встречаем вместе на телеканалах Репортер 73 и ОТР. На календаре 21 апреля, пятница, день главного бухгалтера отмечается. Эта дата не закреплена в официальном перечне праздников и мероприятие проводится под инициативой профильного журнала, первый выпуск которого был издан 21 апреля 1994 года. К этому событию и было приурочено празднование. Бухгалтерия в привычном нам виде была создана Лукой Почоли, который разработал систему двойного учета для контроля доходов и расходов. В наши дни бухгалтерия – это сложная система учета всей хозяйственной деятельности, применяемая на всех уровнях отведения семейного хозяйства до расчета бюджета страны. Совершенно верно! Организаторы праздника стремятся показать исключительную важность профессии бухгалтера для всех сфер жизни. Ну что ж, время начинает новый день и нашу программу. В студии для вас сработают Андрей Сафронов и Оксана Коваль. Мы начинаем! Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион и начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». И еще. У вас уже не болит голова. Согласно последним исследованиям, почти 80% людей старше 55 лет имеют дефекты зрения или заболевания глаз. Нарушения зрения часто являются не только естественным следствием старения, но и могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний глаз. Такие как глакоома, катаракта или системное заболевание, включая диабет и гипертонию. Есть ли какой-нибудь универсальный метод для защиты глаз? К сожалению, нет. Старение, зрение – необратимый процесс. На качество зрения влияет характер выполняемой работы, генетически обусловленные особенности, а также высокая физическая нагрузка и питание. Тем не менее, существуют эффективные способы отсрочить процессы, которые приводят к ухудшению вашего зрения. Вероятно, наиболее важным из них является просто забота о своем здоровье. Во-первых, необходимо заботиться о здоровье всего тела. Так, косвенно мы проявляем заботу и о зрении, уверяют специалисты. Так как глаз очень чувствительный орган, на который влияет состояние всего нашего организма. Также глаза нуждаются в правильных витаминах и питательных веществах. В частности, лютин и зиоксантин, витамины группы В, витамины А, С, Е, цинка и омега-3 кислоты. А еще необходима тренировка нашим глазам. Гимнастику можно выполнять где угодно. Упражнения подскажет врач, при этом они просты и не требуют финансовых затрат. Эфир продолжит рубрика «ЗОЖ». Доброе утро, дорогие ульяновцы! Я президент городской федерации самбо и тренер спортивной школы Емберзумовского Влад Спарсен. Проведу вам утреннюю зарядку. Встаем на колени и прогибаемся. Назмываем кошечку и выгибаемся. Еще раз. И выгибаемся. Очень хорошо укрепляется поясница. И опять же плечевой сустав. И выгибаемся. Не забываем и про приседания. Десять раз. Кому легко приседать, просто можно это делать с прыжками. Выпады на переднюю левую ногу. И на правую ногу. Часто бывает, что у людей болят суставы кистей. Для этого очень хорошо помогает стоять в планке. Одновременно у нас работают и на статику кисти. И убирается жир желота. То есть мы его сгоняем до полной сушки. Вы это почувствуете. Кому так уже легко становится стоять, можем постоять на самих палах. А потом мы перебираем. Белочка на ладони. Белочка на ладони. Кому так легко стало, можно это делать с прыжками. А для юных самбистов или тех, кто хочет быть самбистом, попробуем столкнуть пол. Дайки на движение. То же самое можно делать и у стены. Ну, а завершим все прессом. Ну, делаем стандартный пресс. Лежа тянемся как можно выше, чтобы полностью проработался. 5-10 раз. У кого проблемы с боками, как у меня, закидываем ножку. И перебираем их, заставляем работать. Уходите бока в одну сторону и в другую сторону. Также 5-10 раз. Делаем. Кто-то называет ее раскладушка, кто-то называет книжечка. По возможности 5-10 раз сделали. Вы привели ноги. И тянемся к носкам. 5-10 раз. Сделали. Просто пытаемся достать нижней частью пресса, толкая к носкам. Всегда кончики пальцев тянутся все выше и выше, когда вы почувствуете пресс. Работаем еще бока. И заодно растягиваем немножко мышцы в груди. Протянули. И поехали. На боковые жирки разгоняем их. И то же самое делаем с другую сторону. Стягиваем руку, протягиваем мышцы в груди. Пять-десять раз. Когда это сделали? Переходим на склепочку такую. Опять же, должны обязательно чувствовать боковой обрез. Если не чувствуем, значит что-то делаем не так. Тянемся и туловищем, и ногами. И в правую, и в левую сторону. А теперь давайте попробуем сделать велосипед. Правый локоть чанится к левой ноге, левая нога к правому. И все это делать ритмично. 10-15 раз. Ну, у кого силы еще останутся, можете поставить планки. А всем желаю хорошего настроения и бодрого дня с хорошей зарядкой. Здесь всегда будет удачно. Продолжим эфир позитивными новостями. Спасенный медведь Диксон научился давать пять, пишет одна из российских газет. В московском зоопарке спасенный белый медведь Диксон делает новые успехи на тренингах. Медведь научился поднимать лапу прямо напротив руки зоолога таким образом, чтобы специалисты могли осмотреть поверхности подушечек. Упражнение пять приучает медведя к прикосновениям и ветеринарной обработке. Напомним, что в начале сентября 2022 года в поселке Диксон Красноярского края был обнаружен раненый белый медведь. У него были парализованы задние ноги. Специалисты московского зоопарка спасли медведя, перевезли его в Москву и проводят реабилитацию. Продолжим эфир обзором одной из российских газет. В эфире обзор российской газеты. Сигнал готовности. Владимир Путин обсудил с министром обороны проверку Тихоокеанского флота. Почувствуйте розницу. Покупатели возвращаются в торговые центры. Вынесли списки. Число украденных данных в России выросло в два с половиной раза. Знаю, значит побеждаю. Главный редактор большой российской энциклопедии рассказал о запуске портала. Воевал, имеешь право. Участникам СВО готовят особый статус. Владимир Путин высоко оценил первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота. Она началась на Дальнем Востоке по приказу министра обороны. Флот был поднят по тревоге в полном составе. По словам Сергея Шойгу, всего к проверке привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов. Силы войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность. С установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения. Отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия. На рынке коммерческой недвижимости началось восстановление. Количество опустевших площадей в торговых центрах после ухода западных брендов уже достигло максимума, между тем поток посетителей только начал расти. В начале апреля посещаемость торговых центров увеличилась почти на 10% по сравнению с тем же периодом 22-го года. И хотя до уровня предыдущих лет она еще не дотягивает, уже понятно, что россияне хотят посещать магазины. Рост свободных торговых площадей был связан в основном с уходом западных брендов. Они не успевали замещаться российскими и турецкими компаниями. Сейчас список арендаторов, которые собирались уйти из России, но выжидали, уже почти закончился. Самые вкусные места были заняты достаточно быстро. Процесс заполнения того, что осталось, будет проходить медленней. В течение года полутора оставшиеся 15% вакансий в российских торговых центрах постепенно закроются. За 22-й год в России утекло 667 миллионов записей с персональными данными, что почти в три раза больше уровня позапрошлого года, говорится в исследовании одной из ведущих аналитических компаний. Эксперты отмечают, что сегодня злоумышленники предпочитают похищать данные у наименее защищенных организаций. В основном это малый и средний бизнес. Такие предприниматели охотно собирают базы данных клиентов, но не могут позволить себе отражать массированные атаки хакеров. Эти компании не относятся к стратегическим, но в их базах содержится значительное количество персональных данных и платежной информации. Объемы этих данных сильно выросли во время пандемии. Существенный рост почти в три раза среди промышленных, транспортных и энергетических компаний, которые также не относятся к критической информационной инфраструктуре. В мае готовится к старту в полном объеме первая большая российская онлайн-энциклопедия. Это сайт по адресу bigends.ru. Уже год он работает в тестовом режиме. Как рассказал газете главный редактор энциклопедии Сергей Кравец, для портала уже подготовлены более 25 тысяч статей. В ближайшие годы должны выйти еще 220-240 тысяч. Сайт должен составить конкуренцию западной Википедии. При этом сервис работает в совершенно разных форматах. Если хотите посетить гайдпарк, где любой может высказать свое мнение и постарается сделать его вашим знанием, отправляйтесь в Википедию. Но учтите, что там все тексты анонимны. За содержание никто не отвечает. В нашем портале картина прямо противоположная. Он дает любому человеку возможность получить не общее представление о предмете, чем занимается Википедия в своих часто неквалифицированных текстах, а гарантированное достоверное знание. Для участников специальной военной операции могут ввести новые преференции. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, предусматривающий включение таких людей в перечень социально уязвимой категории граждан. А это поможет им трудоустроиться по возвращении из зоны СВО. Организации, которые берут на работу ветеранов, смогут получить статус социального предприятия, а значит и льготы. Уровень развития социального предпринимательства является одним из показателей зрелости общества. Его динамика показывает, насколько значимыми становятся социальные проблемы на разных уровнях предпринимательской активности. Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а следовательно увеличению поступлений в бюджет. Это был обзор российской газеты. На ремонт поликлиники Барышевской районной больницы потратят более 50 миллионов рублей. Сегодня, благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта здравоохранения ремонтируют взрослую поликлинику. На эти цели потратят более 50 миллионов рублей. Также здесь заработали новый компьютерный томограф и УЗИ-аппараты. В планах провести в Барышевской больнице капитальный ремонт первого и второго этажей. Всего на ремонт и переоснащение Барышевской районной больницы выделено свыше 150 миллионов рублей. В 2022 году более 20 миллионов рублей направлено на закупку лабораторного и стоматологического оборудования. Еще более 100 миллионов из федерального бюджета выделено на переоснащение первичного сосудистого отделения. Кроме того, закуплено и установлено 60 функциональных кроватей и аппараты ИВЛ. Напомним, на базе Барышевской районной больницы планируется создание межрайонного медицинского центра с присоединением базарно-сосганской районной больницы. Так, жители соседнего базара-сосганского района смогут беспрепятственно обслуживаться в более модернизированной и оснащенной Барышевской больнице при необходимости. Причем слияние не предполагает закрытие структурных подразделений и сокращение численности медработников. В общей сложности в двух районах проживает более 40 тысяч человек. У вас рожала моя сестра Шканова Анна. У нее родились двойняшки. Наверное, их помните. У нее были первые роды там. В итоге она у вас родила двойняшек и сказала, что это самый лучший роддом. Мы пришли к вам. Мы очень рады, что мы наблюдали всех своих детей здесь, что мы родили всех своих детей здесь. Растут дети, появившиеся на свет в Ульяновском перинатальном центре. Бегут года из самого роддома. Впрочем, слово «стареет» к медицинскому учреждению не применишь. На протяжении десятилетия улучшается его материальная база, открываются новые отделения, которых на сегодня насчитывается уже восемь. Помогают и нацпроекты демографии и здравоохранения, чей приоритет – повышение рождаемости. На базе нашего учреждения существует единственный обширский дистанционно-консультативный центр, который работает в круглосуточном режиме и осуществляет консультацию по тактике ведения, а также выезды, если это необходимо, в районы нашей области. Надежда Петровна Семан работает в роддоме с первых дней. Юбилей центра – ее личный праздник. Мы забираем женщины из родблок после родов, переводим их в послеродовую палату, смотрим за ними, как у них дела, измеряем температуру, давление, делаем инъекции. Ну, если надо, и ставим систему. Самое радостное – смотреть, как они радуются своим детям, как их кормят, начинают. Это самое радостное, конечно. На празднике воздали почести заслуженным работникам перинатальной системы, вручили награды за стаж и достижения. Здесь, в ежедневном режиме, спасают десятки пациентов. В настоящее время большая часть родов в нашем учреждении осложнена. Существует такая тенденция, что растет количество кручений по объективным причинам, растет количество осложнений, связанных с предлижением плаценты, врастанием плаценты. Большая часть в случае того, что увеличивается количество гестерых течений, они тоже возрастают из-за того, что растет количество генитальных потолоков. Негативную динамику можно переломить и обратить вспять. Специалисты постоянно на связи совместно с руководством области ищут варианты скорейшего исправления ситуации. В общем итоге число родов по Ульяновску составило 7958 родов. Это цифра, которую нам дает наш миад, которые прошли через Росстат и Ухар. И уменьшение количества родов за 22-го года в сравнении с 21-м годом у нас составило 17,5%. Все эти вопросы стоят на контроле у областного и федерального министерств здравоохранения. Тенденция общая для всей России. Но одно можно сказать точно. Какой бы тяжелый случай ни был у руженицы, специалисты перинатального центра сделают все, чтобы сохранить жизнь женщины и ее ребенка. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа реальность. В авиационной столице Поволжье федеральные эксперты обсудили вопросы профильного направления. А в этом плане Ульяновская область субъект перспективный. Здесь производятся транспортные самолеты. Сформирован мощный авиакластер в том числе на основе двух международных аэропортов. На одном из них в Боротаевке запланирована реконструкция перона взлетно-посадочной полосы. Еще одна жемчужина Ульяновский институт гражданской авиации тоже готовится к изменению. Намечены масштабные работы по строительству спортивных объектов для студентов ВУЗа. Нам необходим плавательный бассейн, необходим ФОК. Будем подготавливать проектно-сметную документацию и дальше подбиваться финансирование на строительство. Но относительно нашего аэропорта Боротаевка действительно мы в разы сейчас увеличили пассажиропоток. Достичь этого удалось во многом благодаря государственной поддержке гражданской авиации России. Общая сумма о 2022 составила 174 миллиарда рублей. Опасение, что финансирование в следующие годы начнет сокращаться, а значит увеличится стоимость билетов, не имеет никаких оснований. При наличии заключенных трехсторонних соглашений между регионами, куда осуществляются перелеты и откуда осуществляются перелеты и перевозчикам будет обязательно выделяться и поддержка из федерального бюджета. Крутой пикет 2022 года не ввело российскую авиацию в штопор. Утверждение бывших партнеров, что без их присутствия иностранные самолеты эксплуатировать начнут неграмотно, что приведет к катастрофическим последствиям, не имели никаких оснований. Безопасность перелетов в России осталась железной. Я хотел бы уверенно сказать, что у нас есть и возможности, у нас есть научно-исследовательские институты, и гражданская авиация, и авиационные промышленности, и мы можем осуществлять безопасную эксплуатацию нашего парка воздушных судов на протяжении длительного времени, пока не заменим иностранные самолеты своими отечественными. В этом направлении двигаемся. Расправляет крылья и ульяновский авиастар. Помимо многократного увеличения выпуска запланировано производство Ил-100. В настоящее время идет разработка машины. Новые высоты ждут. Маргарита Матюшинская, Алексей Юферев, репортер 73. Стратегия социально-экономического развития региона предполагает поступательное движение по различным направлениям. Позади два этапа, третий пересек экватор. Промежуточный итог. Из 45 показателей выполнено 35 или 78 процентов плана на период с 2021 по 2024 годы. Это соответствует уровню 2021 года, но условия реализации стратегии, как мы понимаем, в 2022 году были несравненно сложнее, в частности, по ситуации и с местными бюджетами, доходами граждан и с другими экономическими ситуациями. По сравнению с 2021 годом показатели продолжительности жизни и снижения смертности значительно улучшились. По профилактической работе с населением регион в числе лучших по стране. При этом есть и зыбкие места. Убыль населения из-под рождаемости требует от областного правительства и ЗАГСобрания более внимательного подхода к выполнению плана стратегии. В регионе разработана комплексная программа по стабилизации рождаемости, миграции и продолжительности жизни на период до 2025 года. Это мероприятие по повышению доступности медицинской помощи, пропаганде семейных ценностей здорового образа жизни, повышению уровня привлекательности Ульяновской области для молодого поколения. Но тем не менее депутаты рекомендовали правительству в дальнейшей работе сосредоточить усилия на повышении качества жизни граждан и усилить взаимодействие с областными предприятиями. Внимание требуется и сельским районам Ульяновской области. Регион в основной массе аграрный и от благоприятных условий проживания вдали от областного центра во многом зависит общая картина. Пока что показатель убыли бьет именно в этот сектор. Нескольким районам поддержка нужна незамедлительно. В минувшем году для повышения качества жизни сельского населения предприняты серьезные меры. Построено 5 ФАПов. Медпомощь стала доступнее. Ремонтируются и оснащаются школы. Дети получают качественное образование по последним государственным стандартам. Продолжаются и целевые программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель». Аграрные предприятия получают поддержку по ряду региональных и федеральных проектов. В целом для населения разработан комплекс мер, повышающих уровень жизни. Стратегия, хоть и имеет четко прописанный план, мобильно и текущие реалии учитывает. Поэтому возникающие пробелы есть возможность восполнить оперативно и результативно. По большинству пунктов стратегия выполнена. Те пункты, которые были не выполнены, мы сегодня более детально разобрали и пришли к единому мнению о том, что стратегия разрабатывалась в 2015 году. Ну и, наверное, настал период еще раз ее прианализировать, потому что экономическая ситуация поменялась. Совместно с депутатским корпусом члены правительства в ближайшие месяцы приступят к разработке необходимых корректировок. Управлением ФСБ России Пульяновской области во взаимодействии со Следственным управлением Следственного комитета России Пульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя главы администрации города Димитровграда, превысившего должностные полномочия при организации переселения граждан из аварийного жилья. В августе 2021 года первый заместитель главы города Димитровграда при заключении контрактов на приобретение в муниципальную собственность 11 квартир для переселения граждан из аварийного жилья завысил их начальную минимальную стоимость. Ущерб в результате его действий составил 2 миллиона 480 тысяч рублей. На основании переданных ОФСБ результатов оперативной разыскной деятельности Димитровградским межрайонным следственным отделом СУСК России Пульяновской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации превышения должностных полномочий. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Димитровградский городской суд. Школа номер 10. Именно здесь учится победитель поздравительного марафона с днем рождения школы Росатома в номинации «Дети» Тимур Сафронов. Мы с нашей школьной командой увидели ролик к поздравлению школы Росатома. Оказалось, что ей 12 лет. Сразу зацепились и включились в борьбу. У нас получился красивый ролик. Именно поэтому он и победил. За победу Тимур получил право участия в отраслевой смене для одаренных детей городов Росатома в 23-24 учебном году. Среди взрослых победу одержала учитель биологии этого же учебного заведения Наталья Неверова. Педагог рассказала, что поздравление получилось экспромтом. Наши дети более сплоченные, находят себе новых друзей. Ну, а мы педагоги в этом видим тоже большой плюс, потому что вот такое содружество с таким большим проектом школы Росатома дает тоже очень многое. Педагога-победителя ждет участие в образовательной стажировки проекта школы Росатома в одной из лучших школ России. Вообще школа номер 10 работает в проекте с самого начала 12 лет. Мы тоже сколотили такую команду, чтобы в этом проекте участвовать успешно. И участвуем не первый год, участвуем успешно. Наши ребята показывают замечательные результаты. Например, в прошлом году Зенихин Ситор стал призером метапредметной Олимпиады школьников. Конкурс это всего лишь повод попытать удачу. Главное в поздравительном марафоне было в очередной раз удостовериться, что участников много. И все они на одной волне, потому что это школа Росатома. Многократные попытки педагога ОГПУ Азата Идиатулова в третий раз увенчались успехом. Благодаря выигранному гранту впервые в России проводится Олимпиада по этнографии. Финансовая платформа позволила уместиться множеству конкурсантов со всей страны. На первый этап появились 600 участников, но до финала дошли только 60 студентов из 10 субъектов страны. Действительно, это мероприятие чрезвычайно важно, потому что Олимпиадное движение замечательно тем, что позволяет привлечь к такой замечательной науке, как этнография, большое количество участников, студентов со всей страны, независимо от того, где они проживают, какими аспектами этнографии интересуются. Только от нашего региона в команду набрался 21 человек. Готовились студенты, что называются долго и упорно. Штудировали историю предмета, изучали тонкости культурных традиций того или иного этноса. На финале практически все в костюмах народов, проживающих на Ульяновской земле. Знать вообще сам предмет этой географии, обладать знаниями народов, населяющих Россию, обладать знаниями того, кто населял ее до этого, какие были у них ценности различные. Ну и естественно мировоззрение этих людей. Дружба и состязания в одном. На последнее дается всего два часа. В перечне заданий тесты и эссе. А уже после прогулки по городу и новые знакомства. Я считаю, что каждый человек, независимо от того, где он живет, должен знать историю своих народов, народов соседних регионов. Поэтому для меня очень важно и интересно изучать. Конечно же, интересно больше изучать свой удмуртский народ. Для меня это история, которую я сама создаю в своих работах, в своих исследовательских проектах. Любить свою национальность, уважать мировоззрение, традиции и ценности других важно для мира и перспективного будущего. Ведь только сообща его можно построить. Наш язык удмуртский, он очень красивый и мелодичный. И вот даже сегодня, когда мы уже гуляли и разговаривали между собой с девочками на удмуртском языке, уже спрашивают, а вы кто такие? Мы гордостью это говорим, мы удмурты, мы с удмуртской республики. Маргарита Матюшинская, Юрий Тимонин, репортер 73. В русле традиций минувших столетий и по традиции из благословения митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина в мостовой Слободе открылся новый духовно-просветительский центр. Где детишки занимаются греко-римской борьбой и познают основы православного вероучения. Тренирую я и занимаюсь детишками тоже я. Также у нас есть здесь же в центре еще одно направление, где занимается профессиональный православный педагог с детишками, основами православного вероучения, пением и различными рукоделиями. С инициативой вышли мы вдвоем с Владимиром Владимировичем Сидоровым, потому что поняли, что детям не должны быть брошены. То есть если мы не будем заниматься воспитанием своих детей, то, соответственно, кто-то другой будет заниматься этим правильным и неизвестно в каком направлении. Занятия в центре бесплатные. Приобщиться к основам православия могут и взрослые. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Кайсойл осуществляет комплексные поставки смазочных материалов для нужд крупнейших российских предприятий, успешно реализуя программу импортозамещения. Компания Кайсойл – ваш надежный партнер в области поставок промышленных смазочных материалов. Казань Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Внимание! До 30 апреля в медицинском центре «Консилиум» консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей вместо 1800 – 1000 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Биоэкомед. Кремация животных. 8-8-4-2-2-71-27-56. Партнер прогноза погоды – клининговая компания «Клеоника». По данным сайта «Гесметио», 21 апреля в Ульяновске пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью плюс 5, плюс 9 градусов. Днем от 14 до 18 тепла. В городе температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов выше 0. Днем плюс 15, плюс 17. Ветер преимущественно юго-восточный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Нет времени на уборку? Обратитесь к профессионалам. Мы выполняем все виды клининга. Генеральная уборка, уборка после ремонта, мойка окон, кухни, санузла, химчистка мягкой мебели, дезинфекция и дезинфекция помещений. Мы отбираем самых ответственных сотрудников, а также используем экологически безопасные чистящие средства и новейшие технологии. «Клеоника». Мы делаем вашу жизнь чище. Вы смотрите «Утро с репортером». Продолжаем. В студии для вас работаем мы, Оксана Коваль, Андрей Сафронов. Ну и в регионе 28 семей вышли в областной этап конкурса «Семья года». Всего в муниципальных образованиях соревновали 135 семей. Напомним, в этом году областной конкурс проходит среди семей, которые постоянно проживают в Ульяновской области по шести номинациям. Млагодетная семья для семей, воспитывающих трех и более детей. Молодая семья участвуют творческие, социально активные и молодые семейные пары в возрасте до 35 лет, которые воспитывают одного и более детей. Семья-хранитель традиций. Участвуют семьи, сохранившие традиции национальной культуры, обычаи и приверженность профессии. Золотая семья для тех, кто прожил в браке более 30 лет. Преодоление семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Сельская семья принимает участие семьи, проживающие в селах Ульяновской области. Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в Международный день семьи, 15 мая. Не было бы нотных знаков, не было бы классической, но это очень сложно и интересно. Не было бы алфавита, не было бы вот этой прекрасной литературы. И литераторов, которые забыли, как делается алфавит. Вот художники напоминают, я напоминаю, другие художники напоминают. Буквы складываются в слова. Аккуратно подобранные слова формируют предложения. Из предложений рождаются шедевры литературы. Монумент, посвященный чувашской культуре, алфавиту малой народности в центре Ульяновска, появился весной 2022-го. Спустя год в саду Яковлева широко развернулось празднество, посвященное презентации памятника, его номинированию на конкурс государственной премии Чувашской республики. В этом году Союз чувашских художников выдвинул этот памятник на соискание государственной премии Чувашской республики в области литературы и искусства. По условиям, по правилам вот этого конкурса нужно сделать презентацию. Вот мы сегодня как раз собрались на такую презентацию, чтобы представить памятник, идею памятника, историю создания памятника расскажем нашей ульяновской общественности. История чувашского этноса неразрывно связана с фигурой великого народного просветителя Ивана Яковлева, внесшего огромный вклад в развитие и популяризацию культуры. Создатель народного алфавита, основатель первого национального университета. На территории бывшего высшего учебного заведения и разместился памятник новой чувашской письменности. Особенно интересно для нас любое мероприятие, которое связано с актуализацией наследия Яковлева. Музей-заповедник подготовил очень большую насыщенную программу, которая займет неделю. И в рамках этой программы мы будем презентовать новые туристические маршруты, связанные с Яковлевым. Мы проведем заседание ученого совета, встретимся с педагогами. Выпускники бывшего университета Чувашского встретятся здесь, в стенах нашего музея. Мероприятие по презентации памятника собрало вместе силы представителей малой народности со всей территории Поволжья. Присутствовала и делегация из столицы республики Чебоксар. Среди выступавших общественные и культурные деятели, скульпторы, члены Союза чувашских художников. Да, так совпало то, что наш памятник и в этом году, 175 лет со дня рождения Яковлева, да, эти два события совпали. И очень отрадно, что как раз народу здесь мы собираемся. И очень хорошо, что именно здесь мы установили памятник, потому что версии были разные, и в городе установить, и в других местах. Теперь сюда ходит народ. Действительно, есть повод еще раз собраться в это святое место, где Яковский начинал вот это великое дело просвещения чувашского народа. Помимо ульяновского памятника, в этом году на приз государственной премии конкурса Чувашской республики в области литературы и искусства номинируются 9 различных работ – книги, спектакли и даже мюзикл. Результаты творческого соревнования станут известны в июне, ближе ко дню создания Чувашской республики. Продолжим утро информации от аналитиков. Меньше всего сложности с трудоустройством у россиян 27-29 лет. Труднее всего искать работу в 57-59 лет. Соискатели разных возрастов по просьбе экспертов оценили сложности трудоустройства по шкале от 0 до 10 баллов. В среднем по рынку труда соискатели оценивают сложности поиска нового места работы на 7 из 10 баллов. Сегодня, судя по оценкам, с наименьшим количеством трудностей при поиске работы сталкиваются ульяновцы в возрасте 27-29 лет. Это около 5 баллов. Сложнее всего приходится предпенсионерам. 57-59 лет диапазон. 8 с небольшим баллов. Молодежь 18-20 лет, большинство из которых впервые вышло на рынок труда, оценивают сложности в среднем на 6 баллов. Причем девушки переживают сильнее юношей. Ну и обратная ситуация. В 24-26 лет женщины на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин. А мы продолжим эфир рубрика «Стиль». Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна, это рубрика «Стиль». Сегодня с вами будем делать вот такие вот розочки из фисташек. Нам для этого потребуются фисташковые скорлупки от орехов. Их нужно будет хорошо промыть от соли и от остатков, соответственно, орешков. Крафтовый картон, я заранее подготовила основу круглую, и термоклей. Для того, чтобы начать делать нашу розочку, нам нужно подобрать 3 небольшие скорлупки в самый центр. В центре нашей картонки ставим точку термоклеем. Скорлупки в центр нужно будет сложить таким образом внахлёст, как будто бы вы делаете треугольничек. И, соответственно, приклеиваете их в центр нашей будущей розочки. Это будет наша сердцевинка. Вот таким образом. Далее мы начинаем формировать наш бутон. Лепестки все подбираем из скорлупок одного размера, чтобы смотрелось гармонично. Намазываем клеем у основания скорлупки и подклеиваем с каждой стороны внахлёст вплотную к основанию предыдущего ряда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот таким образом. Получается, что мы от центра делаем по ребрам, скажем так, внахлёст каждый последующий рядочек. И продолжаем так до конца, пока вы не заполните полностью вашу картонку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая розочка у вас получится в итоге. Вы можете сделать из нее панно, допустим, на стену, использовать для декора ваших букетов или поставить в какое-то кашпо в качестве суккулента. Спасибо вам большое за внимание. Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На календаре 21 апреля пятница. С 1 по 12 апреля у нас в регионе проходила форум «Интеръезд». Вот мы сегодня об этом и поговорим. С большим удовольствием в гостях у нас сегодня в этой студии Диана Кавелла, заместитель и руководитель молодежного проектного офиса «Россия БРИКС». Диана, доброе утро. Доброе утро. Рады видеть. Вот такое интересное словосочетание «Интеръезд». Это что за проект? В чем здесь суть? Это словосочетание мы придумали... Три года назад, да, когда родилась идея создать проектный офис «Россия БРИКС» в Ульяновске по международному молодежному сотрудничеству. Если говорить о слове, «Интер» это кусочек слова «интернешнл», то есть международный. А «ЕС» это про позитив, про настрой положительный, про... Ну, прям про нас. Да, да, да. И чего больше в этом году, кстати? «Интернешнл» или «ЕС»? Да, да, да. Поровну. Баланс. Да, да, да. 30 стран. Участники из 30 стран присоединились к форуму в этом году. Это рекордное количество стран. Да, 150 человек. Он онлайн проходил или оффлайн? Каким образом? Он проходил в гибридном формате. Студия у нас была локализована в Ульяновске. У нас было двое модераторов. Акил Мухаммед, мой коллега из Индии, и я. Кроме того, были студии, собранные, например, в МГИМО, где участники сидели в аудитории и тоже принимали активное участие в обсуждении. Все остальные присоединялись к конференции на цифровой платформе. Таким образом складывался диалог. Но вот нашего индийского гостя нет сегодня в студии. Расскажите, каковы у него впечатления? Он улетел, да. Он был в Ульяновске всего два дня, период проведения форума. Вообще следует отметить, что Акил Мухаммед – это участник первого форума «Интерьез». Там он был представителем гражданского молодежного общества Индии. И поскольку цель каждого форума «Интерьез» – это побудить молодежь на проектирование, сгенерировать идею и потом впоследствии воплотить ее, он придумал свою идею и воплотил ее, выиграв в грантовом конкурсе фонда Горчакова. Это российский фонд поддержки публичной дипломатии. У него был проект, нацеленный на сближение молодежи БРИКС из Индии, будучи индийцем. Что-то похожее на «Интерьез», но из Индии. И тогда было у него участников очень много. Мы были приглашены как эксперты, представители проектного офиса. В Индии же очень много, почти 2 миллиарда людей проживают, поэтому у них там аудитория была ого-го. А вот развитие общественной дипломатии, какова здесь ее роль? Это одна из основных повесток дня? Конечно, у нас так и называется молодежный форум общественной дипломатии «Интерьез». Есть понятийная путаница, если честно, в общественной дипломатии. Мы в России называем это общественная дипломатия, публичная дипломатия. Кто-то называет это развитием гражданского общества, например, в Южной Африке. В Индии очень часто есть мешанина со словом «пропаганда». И нам важно всякий раз, каждый год в рамках этого форума, грамотно расставить акценты, чтобы все понимали, что общественная дипломатия – это комплекс мер, которые нацелены на изучение зарубежной страны, ее информирование о своей стране и укрепление связей тем самым, налаживание диалога. Связи самых разных, и культурных, и социальных, да? Гуманитарных связей, да. Гуманитарных. Спасибо за этот вопрос, Оксана. Я сегодня сама думала, как пришла эта идея. Дело в том, что в 2020 году на базе нашего фонда, фонд креативных индустрий Ульяновской области, раньше назывался фонд «Ульяновск культурная столица», был создан проектный офис по международному молодежному сотрудничеству «Россия БРИКС». Он создан федеральным агентством по делам молодежи. Мы тогда сами едва представляли, что такое БРИКС. Ну, разве что Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Мы не знали никого, у нас не было партнерских организаций, мы не знали, кому писать вообще, можно ли им доверять, кто эти люди, африканцы, индийцы. И для себя решили, что необходимо провести какое-либо мероприятие, проект или программу для того, чтобы рассказать о себе и максимально познакомиться с представителями стран БРИКС. И через полгода после создания проектного офиса провели первый форум «Интерьез». И тогда мы начали наращивать эту партнерскую базу. С теми, с кем познакомились еще три года назад, мы дружим и партнерствуем до сих пор. Вот так возникла идея. И вот из года в год, наверное, все больше и больше участников, да, соответственно? Да, Оксана, из года в год у нас больше участников. В этом году их было 150 человек, они были представлены 29 странами. Это очень здорово. Это иллюстрирует то, что все представители, все молодые лидеры из этих стран интересуются повесткой БРИКС, тянутся к глобальному диалогу и очень лояльны к России, очень хотят к нам приехать и дружить с нами ближе. Что немало важно сейчас. А вот каковы еще изменения? Вот количество участников добавилось. Количество экспертов. Количество экспертов. Еще что меняется? Вот третий все-таки... Меняются форматы. Конечно, Андрей, невозможно как бы быть статичными в молодежном диалоге. Если первый форум мы вообще проводили оффлайн, живьем. И у нас было порядка 80 участников, они все приехали в Ульяновск. Так, в 20-м году? В 21-м. И пандемия здесь? Какого-то влияния? В масках. Мы были в масках, у нас были дезинфекторы. К нам приезжали многие иностранцы, которые уже живут в России. В Москве учатся, например, студенты из РУДН, ГИМО и так далее. 22-й был онлайн абсолютно. И вот 23-й год гибридно. Поменялись форматы. Раньше мы много времени уделяли проектированию. То есть на 4 дня, согласно стандартам тренерской работы, ребята погружались в атмосферу создания проекта. Цель, название, идея, актуальность, бюджет, смета, все это знакомство. Сейчас мы не склоняем их к тому, чтобы они писали вот такой вот проект под ключ. Они в этом году формировали идеи, нацеленные на решение существующих проблем. И эти идеи надо признать роскошными. Например, поделитесь идеями, которые возникли в ходе этого общения, по поводу этой формы. Хорошо. Идей порядка полутора десятков. Сейчас у нас идет распаковка, расшифровка. Вот еще неделя только прошла. Даже недели не прошло. То, что мне запомнилось и откликнулось, это то, что молодежь почти трех десятков стран признает отсутствие и необходимость создания медиаплатформы для молодежной коммуникации. Они говорят о том, что у них нет доступа к достоверной информации, нет так называемого факт-чекинга. И они бы хотели больше знать о странах, в частности о России, но эта информация в некоторых странах недоступна. И накидывали идеи, как можно решить этот вопрос. Создать какую-то платформу, форумную, мессенджер, мобильное приложение. И, к слову, у нас в августе будет проходить живое оффлайн-мероприятие, международный молодежный лагерь БРИКС. И если среди ульяновских зрителей есть те представители молодежного сообщества, которым это интересно, пожалуйста, регистрируйтесь. Регистрируйтесь. Где регистрируйтесь, расскажите, куда обращаться молодым людям. Да-да-да, контакты, как-то, да, сориентируйтесь сейчас. Ссылка еще тепленькая. Сейчас она запустится Федеральным агентством по делам молодежи. И если ребята будут подписаны на наш аккаунт ВКонтакте, проектный офис России БРИКС, то они не пропустят эту информацию. Если возвращаться еще к идее, были предложены варианты обмена научными исследованиями молодых ученых. И исследования должны быть посвящены любым аспектам БРИКС. Сейчас действительно мало информации, мало кто знает о БРИКС, надо признать, но информации ее все больше и больше, и этот банк надо наращивать. Есть, была идея обмена педагогами, учителями, которые знакомились бы с зарубежной обстановкой и приезжали, будучи, скажем так, влюбленными или хотя бы знакомыми с другой страной, передавали эти знания ученикам. Очень много было посвящено педагогам, потому что у нас были преподаватели, учителя, директора школ молодые из разных стран. А сказалось ли то, что данный год был объявлен президентом, годом педагога-наставника? Или это не... Сказалось, об этом говорили российские участники, и эту идею поддерживали зарубежные участники. То есть они с уважением относятся ко всему тому, что происходит в России. Более того, все знают, что Россия сейчас очень ответственно подходит к следующему году. Он же будет годом председательства БРИКС. А, вот точно. Ну, слушайте, а в связи с этим какой-то мостик уже, наверное, закидываете на четвертый форум? Закидываем. Понятно. Закидываем. На этом, наверное, все. Поэтому, да, это интрига. Да-да-да, многоточие. Вы знаете, было приятно услышать от экспертов, особенно уровня Министерства иностранных дел Российской Федерации, что Интерьез — это уже некая визитная карточка общественной дипломатии Ульяновской области и России в целом. Поэтому я думаю, что нам следует продолжать работу в этом направлении, не останавливаться. Хотя у нас была мысль о том, а не стоит ли пересмотреть формат. Может быть, нужны какие-то уже другие вариации. Я думаю, что проводить будем. Опять же, будут какие-то изменения, новизна, но форум неизбежно будет. Да, это важно. Диана, расскажите вот о содержании форума. О чем говорили еще? Форум проходил два дня. Первый день был посвящен их погружению в понятийное поле, где эксперты из разных структур и из разных стран рассказывали о том, что такое общественная дипломатия. Это были руководители департаментов МИДа, Россотрудничества, Росмолодежь, университетов разных стран, Всекитайской Федерации Молодежи и так далее. Это была первая сессия. Второй блок представлял собой рассказ тех, кто на практике развивает общественную дипломатию. Дипломатию они делились своим опытом. До этого была теория, потом рассказали о практике. Третьим блоком было их знакомство. Каждый, кто хотел, заявил о себе, в какой сфере он представляет и с чем он хотел бы обратиться к своим зарубежным потенциальным партнерам. А во второй день российские грантодающие организации рассказали, где молодежь, стран БРИКС+, может взять средства на реализацию своих проектов. Это были Федеральные агентства по делам молодежи, Россотрудничество, Фонд Горчакова и Президентский фонд культурных инициатив. И после этого было две практикоориентированных сессий, где молодежь сначала нащупывала проблемы в области развития общественной дипломатии и молодежи в целом, а потом генерировали идеи, направленные на решение этих проблем. Ну да, мы же о некоторых поговорили. Наверное, было, как сказать, больше полутора десятков, да? Около того. Около этого. Как активная молодежь. Очень. Вы даже не представляете. Мы всегда учитываем разницу вот эту межкультурную. Есть очень горячие, активные, харизматичные южноафриканцы, например, чуть более сдержанные китайцы. Россия тоже не так вот готова о себе заявлять. Но в плане того, как они, каков их мыслительный процесс, они подхватывают друг друга и докручивают идеи. Наблюдать за этим удовольствие. А возрастной диапазон здесь какой имеется в виду? Возрастной диапазон это молодежь 18-35 лет, закрепленной законодательно. Все понятно. По закону. А вот вы говорили, что те, кто хочет принять участие, могут зарегистрироваться. Это вот опять-таки только с этим возрастным ограничением, да? От 18 до 35. Да, Оксана, у нас молодежный проектный офис. Мы работаем с этой аудиторией, но привлекаем экспертов, наставников, менторов любых возрастов. И вообще, одна из идей, которая звучала на интерьез, это идея под названием Bricks Teens. Так. Это проясните. Да. это как бы программа, как видят ее участники, нацеленная на то, чтобы приглашать в страны школьников старшего возраста, там, от 14-15 лет, потому что, по мнению участников, это тот самый возраст, когда, если они посетят страну, они непременно в нее влюбятся, и отпечаток в сердце будет с ними сужен. Глаза загорятся, появится желание узнавать дальше, да, и страну, и какие-то отношения выстраиваем. Это и есть та самая мягкая сила, которая мощный инструмент на самом деле. Да, вы столько говорите в контексте стран, в контексте этого форума о любви, о влюбленности, в дело, в ту или иную страну, что это, вот я так понимаю, да, это вот, как вы сейчас уже ответили, это мягкая сила, которая лежит в основе проекта. Верно. Это замечательно. Так что скоро, получается, у ульянских школьников будет возможность поехать, посмотреть со своими глазами, да, побывать в этих странах. Если участники найдут в себе силы, основательность, усидчивость, довести эту идею до реализации в качестве проекта, да, мы как проектный офис, конечно, будем им помогать. Ну вот сейчас пользуюсь моментом, вот так уже, опять-таки, мостик перекидывая на четвертый уже, да, съезд, так, для молодых, да, на четвертый форум. А вот можете обратиться к молодежи нашей ульяновской и вот приглашение, даже было время подумать, подготовиться. Куда смотреть? И обратиться. Ну давайте вот в вашу. Давайте. Дорогие ульяновские молодые лидеры, спасибо вам за то, какую активность вы проявляете сейчас. Вы учите английский язык, вы его прекрасно знаете, вы подаете заявки и сохраняйте ту же самую активность, следите за работой проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству России БРИКС. Мы всегда рады вашему участию. Вы наши союзники. Спасибо огромное. Добавить нечего, мне кажется. Добавить нечего, без комментариев. Одни восклицания. Спасибо за эту беседу. Пусть проект развивается. Спасибо огромное. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня была Диана Кавела, заместитель и руководитель молодежного проектного офиса России БРИКС. На это утро с репортером. Движемся далее. Артероскопия коленного сустава на современном оборудовании. Альянс Клиник, проспект врача Сурова, 4. Мы вернем вам радость движения. Звоните 24-01-44. Послезавтра мой первый забег. А ты предатель. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань Экспресс. Казань Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Казань Экспресс. Хочу позитива. Лови настроение от лимонадов позитивити. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар повредителем. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Два часа утреннего эфира позади. Впереди нас ждет всех насыщенный, интересный и яркий день. Да, по традиции поговорим о праздниках дня сегодняшнего. Напомним, сегодня пятница, 21 апреля. День местного самоуправления Российской Федерации. День главного бухгалтера. Об этом мы сегодня уже говорили. День создания морских сил в Дальнего Востока. А еще Международный день пряника, День громких слов, Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Если вдруг вы пропустили очередной выпуск нашей программы «Не беда», на сайте www.reporter73.tv можно в любое время дня и ночи восполнить этот пробел. И, конечно же, не забывайте про номер телефона утренней редакции. Все просто. 30 50 73. На этом будем прощаться. Да, этим утром в студии «Репортера 73» для вас работали мы, Оксана Коваль. И Андрей Сафронов. До встречи в эфире. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин